Пропал мужчина, с понедельника не появляется дома. Ещё одно сообщение об исчезновении родственника поступило в дежурную часть полиции. Саровчанин перестал выходить на связь. Практически неделю никто не знал о его местонахождении. В день, когда стражи порядка зарегистрировали заявление от родственников пропавшего, волонтёры поискового кинологического отряда обнаружили на плотине тело мужчины. Позже полицейские установили, что это один и тот же человек. Увидели руку в шлюзе на Садовой. По приезду это оказался гражданин Е, 73-го года рождения. Данный гражданин якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Видимо, решил искупаться, его в шлюз затянуло. Полицейским предстоит выяснить обстоятельства смерти Саровчанина. Печальных последствий удалось избежать другому, жителю нашего города, который отдыхал в компании друзей в старом районе. Веселье сопровождалось распитием алкогольных напитков. Мужчина вышел на балкон подышать свежим воздухом, однако вернуться обратно в квартиру ему не удалось. О происшествии в полицию сообщили сотрудники КБ-50. Друзья решили над ним подшить, там закрыть. На что молодой человек не растерялся и решил выйти со второго этажа через балкон. Соответственно, он упал вниз. 13 аварий, три из которых с пострадавшими. Такова статистика сотрудников ГИБДД за прошедшую неделю. Водитель Нивы высадил пассажира в одном из дворов в старом районе. Спустя считанные секунды мужчина угодил под колеса автомобиля, который только что довел с его до пункта назначения. По предварительным данным, в момент аварии водитель был пьян. Когда мужчина выходил, он зацепился в своей одежде, то ли за замок, то ли за ручку. И мужчина, когда начал двигаться, он протащил за собой бывшего своего пассажира, в результате чего интересные повреждения были ему причинены. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель Нивы попался пьяным за рулем второй раз. Теперь ему грозит наказание, предусмотренное статьей Уголовного кодекса.